А вот приветик вам, детишки и взрослые дяди, ну и 5% противоположного пола, который меня смотрит. В прошлые длинные зимние каникулы я играл в Скайрим. Прошел год, и пора по этому поводу сделать видео. Конечно, это будет не совсем обзор, потому что делать обзор на Скайрим, по моему мнению, очень странно. Кто из смотрящих не в курсе, что такое Скайрим? А вот поговорить о том, куда движется жанр песочницы, очень даже интересно. И вообще, вдохновил меня на это видео, конечно же, четвертый Фоллаут, последняя работа Бесезды. И сейчас будет очень интересно сравнивать Скайрим с четвертым Фоллаутом, ну и заодно с Моровиндом, который я считаю эталоном в жанре. Кто еще не смотрел, тех отправляю посмотреть мое видео про Моровинд. Там мы уже начали эту тему спора о том, что Бесезда не та, испортилась и клепает всякую фигню. Несомненно, это видео будет критичным, так что сразу приготовьтесь. Но вы поймите, критика, она разная бывает. Критика плохой игры, в которую не надо играть, и критика хорошей игры, которую я как раз считаю Скайрим. Несомненно, Скайрим отличная игра, я в нее рекомендую играть. Я сам в нее наиграл 153 часа, судя по моему профилю. Но в жанре отчетливый кризис, и давайте вот с этим разберемся. Итак, 11 декабря 2011 года Скайрим выходит по всему миру. Представляете, уже больше четырех лет прошло. Практически сразу собирает кучу положительных отзывов. Вот на данный момент, например, в Стиме 92% обзоров на Скайрим положительные. Метакритик выдает 94 из 100 профессиональных рецензий положительных и 81% от пользователей. То есть по всем параметрам игра удалась, продана куча экземпляров, наиграно куча часов. Одно время на этих ваших твичах и ютюбах, кроме Скайрима, никто ничего и не публиковал. Я, например, подождал, пока ведь этот ажиотаж схлынет, и, как и говорил, поиграл в Скайрим впервые только год назад, собственно. Уже со всеми дополнениями, с некоторыми модами, которые мне посоветовали. То есть, вроде как, должен был получить полное удовольствие. Но проблема в том, что я, видимо, слишком много играю в компьютерные игры, и мне есть чем сравнивать. Поэтому Скайрим лично у меня какого-то дикого восторга не вызвал. Тем не менее, я с удовольствием провел время в этой провинции Империи. И когда мне надоело играть в Скайрим, я в него и перестал играть. Я его не прошел до конца, не прошел все квесты. Просто в определенный момент мне стало скучно, и на этом все закончилось. Ну, а в этих ваших интернетах я вижу, что народ до сих пор продолжает играть в Скайрим. Много по поводу игры было сделано всяких картинок, рассказов, видео. Вот у меня, например, самая любимая это у Инджойкина песня про Скайрим. Я играю в Скайрим, а на дворе у нас тупо тоже в Скайрим. Посмотри, посмотри, я играю в Скайрим, а на улице тоже у нас тупо Скайрим. Увером солнце светило, а теперь замело. Замело, шо капец, это вам не Скайрим. Так что понятно, что игра вдохновила очень многих людей на творчество, на другие свершения. И это, конечно, показатель все-таки качественного мира, созданного в Скайриме. Тем не менее, это видео все-таки о критике. Про критику, за критику. Для того, чтобы мы вместе с вами смогли бы актуализировать наши хотелки по поводу развития компьютерных игр вообще. И вот таких песочниц, как Скайрим в частности. Ну, во-первых, лично меня не устраивает упрощение ролевой системы. Да скажем прямо, вообще из ролевой игры, каким был Моровинт, Бесезда скрупулезно и методично делает экшен с ролевыми элементами. Кстати, вот перед выходом Скайрима, Бесезда вроде заявляла, что они хотят вернуться к Моровинду. То есть, Скайрим типа будет намного ближе к Моровинду, чем к Обливиану. Но в плане ролевой системы эти обещания вообще не сбылись. Напомню, что было в Моровинде. 21 класс, 27 навыков, 13 знаков рождения, но это фиг с ним. И 8 характеристик. В Скайриме вообще нету никаких ни характеристик, ни классов, просто 18 навыков. И дополнительно перки набираются. Причем, кстати, к перкам у меня нету никаких претензий. Кто не играл в Скайрим, если внезапно кто-то смотрит и действительно не играл в Скайрим, объясню, какова там ролевая система. И вообще вот ролевая система в The Elder Scrolls. Чем больше вы пользуетесь каким-то оружием, каким-то навыком, каким-то доспехом, тем быстрее он у вас прокачивается. То есть, стреляете из лука, у вас прокачивается лук. Когда вы 10 разных навыков прокачали, вы получаете уровень. Причем, неважно, 10 разных навыков или 10 раз один навык. Вот в Скайриме за этот уровень вам дается возможность получить какой-нибудь еще перк. Тоже в разных областях. Но тут уже не зависит от того, что вы использовали. Вы можете, например, использовать лук и кинжалы, а перк при этом взять, например, из кузнечного дела. Как же было в Моровинде это все создано? Та же самая прокачка 10 навыков, но при этом навыки влияли на характеристики. То есть, ту самую ловкость, силу, харизму, удачу. Чего в Скайриме вообще нету, этих характеристик в принципе нету. И в зависимости от того, какие вы использовали навыки, вы получали модификатор к характеристике. Я точно уже не помню, что там к чему относилось, но, например, ловкость это был бег. Там, предположим, стрельба из лука и пускай прыжки будут, да? И вот если вы много прокачивали именно из области ловкости, то ловкость у вас при уровне получит модификатор до плюс 5. То есть, вы сразу могли на 5 прокачать, а не на 1. Я понимаю, почему Bethesda решила от такой системы избавиться, потому что она заставляет как-то думать, вообще что-то соображать, прикидывать, какими навыками лучше пользоваться. Зачем? Давайте тупо дадим перки распределять. А в Fallout 4 это еще более упростилось все. У вас там даже никакой прокачки по навыкам нету. Просто перки берете из такой таблички 10 на 10, блин, по уровням и вперед. Да, там спешил еще сохранился, но он настолько ни на что не влияет, что прям диву даешься. Еще одна большая проблема, которая мне жутко не нравится в играх от Bethesda, это автоуровни. Ну, чтобы вы понимали, когда вы получаете какой-то уровень, то и ваши соперники, соответственно, становятся сильнее. И вроде как считается, что вам всегда будет сложно вроде бы, вы всегда будете находить себе соперников по уровню, и вам будет интересно. Лично я все-таки предпочитаю то, как сделаны соперники в том же Baldur's Gate или даже в Ведьмаке. То есть, если я прокачанный чувак, мне хочется найти какую-нибудь область, где мне все легко, почему нет? С другой стороны, почему бы не сунуться случайно в область, где там все вышите уровней на 10, получить люлей, с криком оттуда убежать и бояться туда соваться? Что в этом плохого? Я помню, какой был экспириенс в Baldur's Gate, когда я первый раз попал на карту с Василисками. Я про первый Baldur's Gate говорю. И как мою команду там сразу почикали, превратили в статуи. Ты понимаешь, что тебе надо качаться, где-то развиваться, и при этом нету ощущения ограничений от авторов игры. У тебя еще много мест, где ты можешь ходить, гулять, получать уровни, квесты выполнять. В Весочнице же Скайрима вот нету ощущения своей крутости, что ли, если хотите, или наоборот своей слабости. И опять же вопросы возникают, почему там какой-то волк постоянно со мной на одном уровне находится по силе, что это за фигня? Я понимаю, что есть люди, которым именно такая система больше по душе. Но большинству все-таки нравится, когда против них не автомат играет, а когда видно, что разработчики постарались и создали для вас разные области с разным наполнением. В случае же автолевелинга здесь просто достаточно расставить монстров по своим местам, и программа сама им будет там повышать, понижать уровень, и все. То же самое касается и снаряжения. И тут, кстати, тоже минус и Ведьмаку. Как раньше было? Ты мог ходить-ходить и внезапно наткнуться на крутую шмотку, которую даже еще одеть не можешь, она великовато для тебя. Сейчас же в играх то, что в сундуке, зависит от твоего уровня. Ты всегда найдешь шмотку себе в пору. Ну почему? Точно так же интересно было и пройти какое-нибудь сложное подземелье, а в конце получить незаслуживающее внимания артефакт. Ну почему нет? И ты этим делился в интернете, делился с друзьями, что ты вот тут наткнулся на такую офигенную штуку, что было, кстати, в Моровинде тоже. Сколько было тем на форумах тогда, что вот я тут шел и внезапно нашел вот такой меч офигенный. И все бежали проверять, и потом делились, да, точно, вот там оно лежит. Или вот автолевелинг монстров, как мы в Моровинде убегали от свитоши. Это самый такой монстр офигенный. Ну вот, правда, не монстр, он выглядит как такой голем, что ли, золотистый. Золотой свитош. Вы, кстати, сейчас специально погуглил. Есть даже темы на форумах, где найти золотых свитош. А их искали, потому что они давали самую емкую душу для камней душ, и можно было потом зачармить какой-нибудь предмет. Самые большие бонусы можно было повесить с помощью душ золотых свитош. То есть я к тому, что разработчики постоянно типа упрощают свои игры для того, чтобы игроки меньше думали, что ли, если хотите. Вот это, мне кажется, довольно большая проблема. То есть я согласен, что игры надо упрощать в плане интерфейса, в плане уменьшения всяких ненужных действий. Таких, знаете, которые превращают игру скорее в работу. Но упрощать ролевую систему, делать автоматические уровни для монстров и снаряжения, это, мне кажется, упрощение скорее работы разработчика, а не жизни игроков. А вот что не вырождается, а становится лучше с каждой версией, так это 2GIS. Карта городов и справочник организации. Напоминаю, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. И, кстати, вот к чему еще можно придраться в Скайриме, так это карта, которая так мало читаема, не очень удобна. Я периодически в каждой игре рекомендую разработчикам обратиться в 2GIS, чтобы они сюда свою разработку внедрили. То же самое и касается Скайрим. Зайдите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачайте версию 2GIS под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Квесты в Скайриме вообще, по-моему, выродились в сплошное «сходи вот туда и убей того». Единственные интересные квесты более-менее это в Лиге Воров были. Все остальное какое-то сплошное блуждание по подземелям, где в конце сидит босс. Да и подземелья тоже стали... Во-первых, они длинными офигенно стали. Во-вторых, всегда в конце есть маленькая дверка, которая тебя возвращает к началу. Это, конечно, пример удобства, что тебе не надо было бежать к началу уровня. Но, может быть, сами уровни сделать меньше по размерам, но этих подземелий больше в игре. В Моровинде вот нахождение каждого этого подземелья, храма, там, развалин двемеров, было приключением по той простой причине, что они не занимали много времени. Они такие небольшенькие были. Там внутри были какие-нибудь скелеты или призраки. Намного кто там был, конечно. Но ты, когда в него заходил, у тебя не было в голове мысли, а, блин, впереди опять очередная кишка, в конце которой будет сидеть босс. Всегда был этот дух первооткрывательства, что ли. Я уже молчу, что в Скайриме многие квесты автоматически генерируются. Там зачистил какой-нибудь подземелье, а потом тебе в городе дают задание пойти в то же подземелье, и там будет в конце сидеть новый босс, который автоматически там сгенерируется. Ты опять бежишь по тому же самому, по той же самой кишке. Или были квесты, например, найти там давно потерянный какой-нибудь заброшенный храм. Ты туда приходишь, типа, в этот храм уже много сотни лет не ступала нога, а там внутри сгенерированные шмотки и сгенерированные книги автоматически. И книги, которые рассказывают о событиях, которые вот недавно, типа, происходили. То есть, вот эта автогенерация, она постоянно убивает атмосферу мира, постоянно. И я понимаю, что со мной будут многие спорить любители Скайрима, но это, скорее всего, будут именно те люди, которые впервые познакомились с The Elder Scrolls именно в Скайриме. Тут, понимаете, тут вопрос не того, что я вот старый стал, когда я был молодым, игры были намного лучше. Нет, я считаю, что сейчас игры намного лучше выходят, чем в мою молодость. Они все лучше и лучше становятся. Просто некоторые из них слишком копируют старые игры и копируют не очень удачно. Да, графика изменяется, но игровой-то процесс становится все хуже. Вот в чем вопрос, вот в чем проблема. Или давайте обратимся к главному квесту игры. Я даже не буду про Скайрима особо говорить, потому что это вообще какая-то проблема компьютерных игр в целом. И это было даже когда-то вот в начале времен, если хотите. Почему-то в ролевых играх принято, что вы один, в одиночку практически спасаете весь мир от какого-то зла. В Скайриме в данном случае это дракон Алдуин, вот у которого просто задача сожрать видимый мир. Да, вот такое вселенское зло. Почему ему это надо сделать? Что за причины? Зачем? То есть вот это все просто такое пришло зло, которое надо победить. Еще более тупее на самом деле было в Dragon Age первом. Хотя игра очень хорошая, я считаю, что Dragon Age одна из лучших ролевых игр вообще в принципе. Но главный квест то, что просто на земле наползает зло. Вы там в составе серых боретесь с этим злом, просто боретесь со злом. Просто зло, и просто вы с ним боретесь. И все. То есть, блин, это настолько тупо, настолько не особо вас знакомит с миром. У вас не получается сопоставить себя с героем. Ну, не знаю даже, кто может... Кто из вас, кто смотрит и слушает меня сейчас, может мне возразить, что это тупо. Например, Baldur's Gate, он был так популярен хотя бы из-за своего основного квеста. Я напомню, извините за спойлеры, несмотря на то, что вы в конце игры узнаете, что вы сын бога. Однако, во-первых, у вас нету практически никаких божественных способностей. А те, которые есть, не делают вас самым крутым. У вас там есть ограничения по набираемому уровню. То есть, вы в любом случае всегда будете находить соперников круче себя. Ну, и сам квест, сам сюжет проходит вполне логично. Вы просто ищете человека, из-за которого у вас все проблемы. Попутно еще решая проблему региона, которая состоит не в том, что на регион напало зло какое-то, и всех людей убивает. А очень простые экономические проблемы. Кто-то испортил железо, а так как регион Baldur's Gate славен своими рудными шахтами, откуда поставляется железо, там начались экономические проблемы. И попутно, и причем никто не считает, что вы должны эти проблемы решить. Просто там так это все взаимосвязано. Ну, тут это нормально, логично, и ты хочешь узнавать эту историю. В Скайриме я надеялся, там будут какие-то детективные завязки. Думал, может, это альтмерский доминион что-то необычного добавит в повествование. Нет. Тоже вот, опять же, добавление этого доминиона. Типа эльфы, которые победили в войне с Империей, заставили отречься от богов. От бога одного, Талоса, в Скайриме. Какие-то они представлены какими-то реально тоже воплощениями зла. Какие-то такие все они отмороженные напрочь, практически не идут ни на какие контакты. Это что, вот в реальной жизни столько так люди себя ведут? Ну да ладно. То есть вот моя претензия к ролевым играм, опять же, вот к песочницам, в том, что нас почему-то делают постоянно спасителем мира. Казалось бы, вот вы создали такой мир большой, где много всяких квестов, ходи где хочешь, делай что хочешь. Почему обязательно надо привязывать сюда спасителя мира? В этом, кстати, и плюс Ведьмака, в том, что там Ведьмак мир не спасал, он решает свои проблемы. Просто, опять же, повторюсь, попутно это связывается со спасением мира. Но опять, кто играл в третьего Ведьмака, тот в курсе, что не Ведьмак в итоге всех победил. А здесь большой мир. Почему не создать сюжет основной, который, ну да, позволит вашему герою стать лучше, чем он есть, но при этом не быть богом, не быть спасителем мира? Там, я не знаю, вы родились в деревне, выбрали путь воина, и путем побед постепенно вы дослужились до генерала. Или вы родились в городе, там, в семье банкира, но за счет того, что у вас развитое общение и прочее, вы втерлись в доверие к власть передержащим и получили управление в провинцию. И все это надо добиваться через квесты и так далее и тому подобное. Кстати, в принципе, это неплохо реализовано в The Age of Decadence. Правда, во многом обрезано, потому что игра не имеет такие финансовые возможности, разработчики не имели таких возможностей, как создатели Скайрима, но тем не менее. То есть разработка большого мира уже отлажена со времен Моровинт. И получается, что Bethesda каждый раз нам выпускает практически одну и ту же игру. Или вот, помните, когда-то были популярными многопользовательские ролевые игры? Ну, они как бы и сейчас считаются популярными, но мне кажется, что их заменили мобы. Всякие там League of Legends и Dota 2. То есть народ в большей степени играет именно в мобы. Просто потому, что в онлайновых ролевых играх самая интересная часть была в итоге, когда ты с компанией где-то дерешься. И вот тот, кто придумал Dota 2, он понял этот момент, просто вырезал этот элемент, считаете, из ролевой игры. И сейчас вот все в мобах, собственно, занимаются тем, что там по 20 минут прокачиваются и месят друг друга, а потом все заново. Так вот, почему бы в однопользовательских ролевых играх не воссоздать этот момент? Причем разработчики это могут довольно просто сделать. И пример здесь, как ни странно, я приведу космических рейнджеров. Вспомните, вы начинаете свою карьеру, но у вас есть еще куча конкурентов, которые тоже летают по галактике со своим стилем поведения, со своими возможностями, со своей какой-то определенной расой. И тоже там зарабатывают деньги, славу и так далее. Вот почему в том же Скайриме не ходит куча таких же приключенцев, как и вы? Да, я знаю, там есть несколько квестов типа такого, что вы сталкиваетесь с командами разбойников, но это просто заскриптованные штуки. А я говорю про реальное, реальные действия большого количества разных искателей приключений, которые могут взять тот же квест, что и вы, и выполнить раньше вас. Или вы вообще их застанете в момент выполнения этого квеста. И можете к нему присоединиться или наоборот тоже убить. А если вы убиваете много приключенцев, то за вашу голову дают награду и на вас уже начинают охотиться. Но опять же повторю, это не в рамках многопользовательской игры, а именно соло-прохождение, где вы все равно продолжаете оставаться героем этой игры, где все крутится именно вокруг вас. Проблема многопользовательских игр в этом плане в том, что действительно слишком много людей начинает выполнять квесты, слишком много людей вам встречается по дороге. А тут будет такое соревнование с искусственным интеллектом. Вы все равно искусственный интеллект победите, но будет доля соревновательности. То я вот сейчас, готовя это видео, опять запустил Скайрим, посмотрел, что у меня там штук 20 квестов висит. Мне их никак не хочется проходить, у меня нет ощущения, что я чего-то добиваюсь, что я крут, закончив этот квест. Я к чему вообще это все веду? Не к тому, что Скайрим плох, естественно, это не так. Просто вот после выхода 4-го Fallout я понимаю, что жанр вот этих ролевых песочниц не просто топчется на месте, а он даже немножко отстает от других жанров, отступает назад. И не потому, что у создателей, я думаю, нету идей, хотя моя рецензия на 4-й Fallout называлась «Кризис идей». А просто потому, что им нету причины особо напрягаться. Вот полякам из CD Projekt у них была причина напрягаться, они должны были выйти на действительно новый, качественный, мировой уровень. То есть то, чего достигла Bethesda со своим моровиндом, поляки сейчас достигли со своим третьим ведьмаком. И посмотрим, смогут ли они закрепиться на этой вершине с помощью киберпанка. Напоминает и следующая игра CD Projekt, Cyberpunk 2077, по-моему, называется. И я уверен, что там будет еще куча всяких идей. Ну а Skyrim, конечно, останется в памяти многих как хорошая игра, которой мы провели много времени, но которая при этом заставляет задуматься о кризисе жанра подобных ролевых игр-песочниц. В общем, жду ваших комментариев под этим видео, что вы по всему этому поводу думаете, как вы провели свое время в Skyrim. Ну а вы слышали и местами видели Лешу Халецкого. На этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok